Всем здравствуйте, меня зовут Антон, я по образованию являюсь фельдшером, работаю в отделении экстренной и неотложной медицинской помощи, будущий врач-кардиолог. Так, и мы начинаем курс первой медицинской помощи. О, вижу, хорошо, уже подготовились, это приятно. Я ее даже читаю, хотя она для более старшей возрастной категории. Ну это хорошо, это радует. Итак, я вас познакомлю сегодня, что такое у нас первая медицинская помощь, зачем нужно уметь оказывать, для чего первую медицинскую помощь. И разберем сегодня первую медицинскую помощь при травмах, вывихи, переломы, ушибы и растяжения. Первой медицинской помощью называют совокупность быстрых медицинских действий, которые нужно провести пострадавшему человеку на месте происшествия или по дороге в больницу. Для ее оказания потребуются элементарные теоретические медицинские знания и практические навыки, также иногда медицинские или подручные средства. Ну в основном, конечно, это подручные средства. Итак, у нас первая медицинская помощь при травмах. Чаще всего травмы опорно-двигательного аппарата самые распространенные. Это могут быть как синяки, обычные наши синяки, которые мы все, в принципе, набивали и набиваем, так и тяжкие переломы. В начале при этих травмах следует уменьшить боль и обязательно предотвратить более сильные повреждения. Травмы бывают четырех видов переломы, нарушение целостности кости, вывих, смешение кости, выход головки и сустава, растяжение, повреждение мягких тканей при механическом воздействии, ушибы, повреждения, возникающие при резких ударах. Ну и в принципе, как же у нас оказывать первую помощь? Первая помощь при ушибах – это у нас холод к месту ушибу, обеспечение покоя и тугая повязка. Для этого используются либо эластичные бинты, либо самотексирующие бинты. Чем отличается? Вот такой обычный эластичный бинт нужно как-то фиксировать, либо на лейкопластырь, либо другими средствами. Этот бинт, исходя из названия, в принципе, фиксировать не нужно. В него входят эластичные, в состав входят эластичные растягивающиеся волокна, которые, в принципе, фиксируются и удерживаются самостоятельно. При растяжениях также у нас фиксирующая повязка на место растяжения, холодный компресс, приложить холод, что-нибудь холодное, там, например, лед из морозилки. Или можно просто бинт тот же смочить в холодной воде, намочить. И также обеспечить покой. Обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Первая помощь при вывихе. Тут уже надо... Да, Саша, у тебя вопрос? Что значит квалифицированная медицинская помощь? Квалифицированная медицинская помощь – это помощь уже конкретно медиков в лечебном учреждении. А, понятно. Вот. Первая помощь при вывихе. Тут уже надо, конечно, требуется обезболивание. Потому что тут сопровождается уже болью. Еще раз продемонстрирую вывих. Вот у нас есть, допустим, вот сустав. Вот головка сустава. Вот это место, куда крепится сустав. При вывихе происходит выход головки из места прикрепления сустава. Тут требуется обезболивание, потому что сильная боль. Фиксировать обязательно надо конечность, опять же, бинтами. Или можно использовать обычный марлевый бинт. Но лучше, конечно, эластичный бинт. Ни в коем случае, повторяю еще раз, ни в коем случае не пытаться вправить вывих самостоятельно. Обязательно транспортировать в травматологический пункт, где уже окажут квалифицированную медицинскую помощь. На переломах мне бы хотелось, конечно, подробнее остановиться. Значит, переломы у нас бывают открытые и закрытые. Закрытые переломы – это переломы, при которых мы не видим перелома. Они не сопровождаются кровотечениями. А закрытые переломы тут уже могут сопровождаться... То есть, открытые переломы тут уже не могут сопровождаться кровотечениями, потому что части переломленных костей могут выступать... Выступать из поверхности кожи и сопровождаться могут кровотечением. Также у нас признаки перелома. Есть абсолютные, есть относительные. Абсолютные признаки перелома – это те признаки, по которым мы точно можем диагностировать перелом. Это неестественное положение руки при переломах. Может быть так, может так, так, как угодно. Второе – укорочение конечностей. За счет того, что при переломах, особенно трубчатых костей, это бывает, если вот части кости находят друг на друга. Тогда мы можем визуально, если вот человеку вытянуть руку, то вот так, то сломанную руку он не сможет вытянуть полностью, так как могут быть еще задеты нервы и сухожилия. Третий признак – это патологическая подвижность. То есть, это подвижность там, где сустава нет. И также, возможно, крепетание – хруст или скрип. Когда вот руку аккуратно подвигать в месте перелома, то мы услышим либо хруст, либо скрип. К относительным признакам перелома они такие же, как и при вывихах и растяжениях. Это боль, боль при пальпации, когда мы ощупываем отечность, гематома, синяк и вынужденное положение. В таких случаях при переломах уже нужна транспортная иммобилизация. Транспортная иммобилизация – это фиксирование поврежденной конечности уже с помощью шины. Принципы транспортной иммобилизации. Одежда тут не помеха. Мы можем наложить шину и на одежду. Раздевать надо в крайнем случае бережное обращение. Всегда бережное обращение нужно, чтобы избежать лишней травматизации. Фиксирую два, а иногда и три смежных сустава. Итак, поговорим же о транспортной иммобилизации более конкретно. Значит, если у нас перелом бедренной кости, то мы на внутреннюю поверхность накладываем шину от паха до пятых. Антон, извини, пожалуйста, скажи нам, где бедренная кость находится? Мы же тут новички как-то. Бедренная кость находится, это бедро наше. Вот, бедренная кость. Вот. И на внутреннюю поверхность, вот, внутренняя поверхность накладывается отсюда и до пятки. По внешней поверхности бедренная шина накладывается от пояса и до пятки также. Я потом вам включу видео, и вы все подробно увидите на видео. Перелом костей голени, голень, фиксируется по внутренней поверхности от середины бедра до пятки, по внешней поверхности также от пояса до пятки. Таким образом, при переломе бедренной кости у нас фиксируются три сустава, а при переломе голени два сустава. При переломе плечевой кости шина накладывается от лопатки до кончиков пальцев. При этом пальцы никогда не должны свисать. фиксируется так же. А при переломе локтевой кости у нас в предплечье идет две кости, локтевая и лучевая кости. Вот при их переломе фиксируем от локтя до кончиков пальцев. Таким образом фиксируются два смежных сустава. Ну, сейчас мы посмотрим видео, как накладываются шины. Итак, спасибо. Пока! Продолжение следует... Тут демонстрируется наложение шины как раз-таки при открытом переломе на примере открытого перелома бедра. Продолжение следует... В вашем случае внутривенный доступ обеспечивать не надо, потому что это должен выполнять квалифицированный человек, недоработник или человек, который хорошо владеет навыками. Продолжение следует... Всегда нужно, если есть какая-то рана, всегда нужно накладывать на рану повязку, дабы не присоединилась инфекция в рану. Продолжение следует... 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 бедренная кость или наоборот голень или рука? Как нам померить? Вообще в идеале для бедренной кости нужна одна шина длиной 120 сантиметров, а две других длиной по 80 сантиметров. То есть нам нужно будет три каких-то крепления, да? Ну вообще в идеале да. Но я же говорю, не всегда есть возможность это подобрать. Слушай, а скажи, пожалуйста, давай перед следующим видео еще пару вопросов. Вот у меня еще есть и у Саши. Опять же, в идеале нам тогда лучше перематывать там ту же ногу или руку? Или ничего не делать и ждать врачей? Нет, конечно, в идеале надо зафиксировать, перемотать руку. То есть, я же, как говорила вчера, нет. Для этого может подойти и обычный бинт. Если нет бинта, то любые подручные средства, обычный кусок ткани. Хорошо, давай мы Сашин вопрос послушаем и продолжим. Спасибо. Саша. 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 Саша, у вас выключен микрофон. Вы говорили, что нужна палка для ности 20 сантиметров. А если у ребенка перелом, ребенок как раз с ростом 120 сантиметров, то как? Короче надо? Ну, конечно, для ребенка надо короче. То есть, это ориентиры для взрослого были даны, да, Антон? Да, да. Хорошо, спасибо. Георг, у тебя тоже вопрос? Остановили? Да, у меня вопрос. А куда надо накладывать палку? На низ или наверх? В смысле на низ или наверх? Ну, чтобы зафиксировать. Что зафиксировать? Если, например, нога сломана, то куда надо палку вставлять, чтобы зафиксировать? Прикладываешь палку к ноге и фиксируешь. То есть, какая сторона, неважно. Ну, смотри, если у нас три палки, то у нас же было сейчас видео показано. Ты смотрел видео? Самое длинное идет снаружи тела, даже до подмышки. А потом еще две используются вдоль ноги, ну, с внутренней стороны и с нижней. Ну, может быть, лучше меньше кантовать? Ну, посмотришь на видео потом еще раз. Антон, извини, давай продолжать. Да. Ну, теперь мы можем посмотреть видео. Первая помощь при закрытом переломе. На примере перелома лучевой кости в типичном месте. Вот тут как раз и будут показаны примеры использования подручных материалов для иммобилизации. Спасибо. 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 Признаки перелома есть у нашего пострадавшего. Во-первых, это неестественное положение конечности. Мы сравним больную конечности со здоровой. Как вы видите, пальцы в конечности согнуты, сам сустав деформирует, положение кисти вынужденное. Также, чтобы узнать, есть ли укорочение конечности или нет, нам нужно попросить пострадавшего также вытянуть пальцы, что он не сможет сделать из-за болезненных ощущений, поэтому сейчас мы не будем настаивать. Плодологической подвижности в данном случае мы не обнаружим, так как перелом суставной, то есть повреждены кости, образующие лучезапясный сустав. О наличии крепитации узнаем у пациента. Был ли хруст после перелома? Да, когда я вставал, я ощутил хруст. Ну и поскольку перелом закрыт, естественно, выстояние костных отломков в данном случае мы не обнаружим. Ну и конечно же в данном случае будут наблюдаться все относительные признаки, которые сопровождают любые повреждения. Для того, чтобы оказать помощь нашему пострадавшему закрытым переломам, необходимо разобрать принципы транспортной мобилизации. Одежда и обувь, как правило, не являются претестом... ...пред транспортной мобилизации я, в принципе, вам уже говорил. Поэтому мы приступим к основному. ...энтагонисты наиболее расслаблены. Особенно если повреждены суставы, поэтому необходимо утеплить конечность при транспортной мобилизации. В летний же период времени необходимо на место повреждения приложить лед или что-то холодное для уменьшения отека. Но если под рукой таких предметов нет, не стоит тратить на это лишнее время. Для мобилизации можно использовать различные подручные средства – доски, палки, прутья. Конечно же, наилучших результатов мобилизации можно добиться при использовании табельных средств – складных шин, шин Детерикса и так далее. Для чего вообще нужна транспортная мобилизация и стоит ли её делать? Помните, что костные отломки при переломе могут быть расположены близко от нервов и сосудов, и малейшее их смещение может вызвать дополнительные вторичные повреждения и существенно усугубить травму. Шины не всегда будут под рукой, поэтому сейчас мы расскажем о нескольких подручных средствах, с которых можно изготовить шину самому. Итак, первое, с чего мы начнём, это использование одежды пострадавшего. С помощью футболки нашего пациента мы сможем изготовить косынку. Прикладываем руку к туловищу, поднимаем футболку и фиксируем её в этой месте на булавку. Для мобилизации также подойдёт обычный плотный журнал. Оборачиваем его вокруг пострадавшей конечности, просим пациента нам помочь, придержать журнал. Обратите внимание на то, что пальцы не должны свисать. Для фиксации журнала можно использовать бинт, который есть практически в каждой аптечке. Обычную ткань или, например, скотч. Просто фиксируем журнал с помощью мотковки. Для фиксации конечности пройдёт любой длинный предмет. В нашем случае это рейка. Прикладываем её к конечности и также фиксируем бинтом, скотчем или тканью. Также при любом виде фиксации конечности для поддержки среднефизиологического положения нужно дать пострадавшему в руку валик, если это возможно. Если под рукой ничего подходящего нет, не стоит тратить на это время. Ещё одним способом может являться использование картонки. Её можно смоделировать любой формы. В данном случае мы нашли вот такую. Согнули её по форме пострадавшей руки. Поместили руку пострадавшего. Просим его нам помочь. Даём ему руку валик из бинта. И фиксируем в данном случае эластичным бинтом. Также, вне зависимости от того, каким способом мы пользовались, конечность необходимо подвесить, чтобы она не висела свободно. В данном случае я использую бинт, однако можно использовать любой кусок ткани. Вот и всё на сегодня. В следующем видео... Вот вы и увидели, как можно использовать подручные средства. Антон, а вот здесь в видео они не проговорили, но это же очень важно. Показывали просто, да, что кисть при переломе руки обязательно скруглённая, правильно? Даже в конце дали тюбик какой-то в руку, да, чтобы кисть была скруглённая. Правильно? Как будто бы держит яблоко. Это если, ну да, если возможно, то валик в руку вложить можно, да. Но не всегда может быть при переломе именно вот такая скруглённая рука. То есть кисть при переломе не всегда может быть такой скруглённой. Тут показан конкретный пример. Перелом лучевой кости в типичном месте, где прикрепление костей, кости крепятся к суставу. Поэтому тут будет такая скруглённая кисть. Но кисть может быть и так, и вот так, и по-другому как-то. То есть как угодно. Не, смотри, я имела в виду, никогда у нас перелом именно крепления кисти, да. Просто я в своё время, когда училась медицинской основой медицины, да, то говорили, именно идёт речь про любой перелом руки, да. Мы не про кисть сейчас, конкретный перелом, и не сустав кисти, а там плечевой, лучевая, любая, короче. Кость, что когда мы фиксируем руку, то стараемся, стремимся, чтобы кисть была скруглённая. Не прямая, выпрямленная, а скруглённая. Так ли это? Ну, кисть в любом случае при переломе конечностей надо фиксировать. Но если не получается её скруглить, то не нужно пытаться этого делать, дабы не усугубить и без того уже имеющуюся травму. Не всегда это получится сделать. Я поняла, спасибо. Так, ну посмотрим дальше ещё учебное видео. Тут как раз показано уже наложение шины крамера при закрытом переломе бедренной кости. Прежде чем приступить к обследованию и манипуляции, необходимо провести обезболивание. Обезболивание лучше провести тромодолом или аммакомо-промедолом. Эти препараты вы в аптечке обычной никогда не найдёте. Это наркотические обезболивающие, а не строгого учёта. А те средства, которые вы всегда найдёте в любой аптечке, это всеми известный аналгин, ну или на крайний случай может быть деклофенат, кетанов и другие обезболивающие. После чего мы приступаем к осмотру. Здесь очевидна деформация бедра, гематома. При пальпации едва слышен хруст через большую массу мышц. Он не так очевиден. Здесь присутствует признак патологическая подлижность костей, которые проверять рискованно. Поэтому при наличии хотя бы одного признака абсолютного препятствия, это достоверно говорит, а перегон. Для того, чтобы провести транспортную иммобилизацию, нам надо смоделировать шины. Шины моделируем на здоровой количестве. Вот мне нужен размер стопы. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что всегда шины мы моделируем только на здоровой конечности. Для чего это нужно? Для того, чтобы первое, избежать лишней травматизации и без того, травмированной конечности. А второе, это нужно для того, чтобы выйти, как говорится, размер в размер. Потому что травмированная конечность может быть укорочена из-за схождения костей, как я уже говорил ранее. Поэтому мы моделируем только на здоровой конечности. Это боковая, это боковая, это боковая. Измеряем размер стопы и сгибаем по прямому льду. Шины размером 140 сантиметров. Моделируем так, чтобы конец ее достигал подмышки. И, наконец, с внутренней стороны шина должна упираться в пар. Тоже под прямым углом. Шины мы смоделировали. Теперь будем монтировать на поврежденной конечности. Сначала подведем шину по задней поверхности. Она достигает тазобедренного штамма. Прокладываем под подмышку. Дальше мы монтируем наружную шину и прокладываем места соприкосновения с костями. И, наконец, внутреннюю. Теперь нам необходимо все три шины связать. для чего мы наложим повязку эластическим бинтом. Ее можно и как восьмерка. Ну, в этом не суть в этом. Суть в том, что как вы будете мотать эластический бинт, суть не принципиарна. Главное, чтобы было зафиксировано. И еще не сказал вот тут видео показано такая более ранее жесткая шина, которая просто обмотана обычным марлевым бинтом. При такой шине, конечно, обязательно прокладка мягких валиков, дабы сама шина дополнительно не травмировала и без того уже травмированную конечность. если шина, как в прошлом видео была такая, если мягкая плетка, то в принципе прокладка валиков не требуется. Надежно они были фиксированы. фиксированы. Возьмем фиксированы. Возьмем фиксированы. с надежной стороны. Мы должны фиксировать ремнем, косынкой, так, чтобы была надежная мобилизация. Пациент готов к транспортировке, для чего его втроем аккуратно поднимут и переложат на носилки. Транспортировать таких пациентов нужно только на носилках. Да, Саша. Саша, вас не слышно. А почему только на носилках? Ну, потому что сам он у нас пойти не сможет, а стоя лучше не рисковать. Или даже потому что сесть он не сможет, стоя это просто будет проблематично его транспортировать, даже сидя. Поэтому лёжа транспортируем. Вот Саша, у тебя ещё какой-то вот агаток. И вот мы посмотрим наложение шины на голень при закрытом переломе голени. сегодня я вам покажу, как накладывается лестничная шина карамера при переломе костей голени. Нам понадобится лестничная шина карамера 120 сантиметров длиной и две лестничные шины карамера 80 сантиметров длиной. Также нам понадобятся мягкие прокладки, винты, косынка, булатка. Прежде чем начать работать с пациентом, необходимо провести обезболивание. обезболивание китотопа, тромодолы. Конечно, сдеформировано, имеются отеки гематома. При осторожной пальпации мы обнаруживаем абсолютный признак, слышим костный хруст, крипитация. А также возможно патологическая подвижность, что нежелательно демонстрировать, дабы не причинить лишнюю травму. Моделировать лестничную шину правильно на здоровой количености. Нам надо измерить стопу и сделать прямую его. шину нужно достигать как минимум середины бедра. подвижность. сделаем две стопы под прямым углом, чтобы фиксировать было удобно. Две стопу начинаем монтаж с длинной шины. берем мягкие прокладки, поднимаем конечность и заводим под поврежденную конечность. Внутренняя с обитательными прокладками и наружная. прокладки туда нужны еще. Качественную прокладку можно использовать бинт. Если шина упирается в пак, надо проложить подушечку. И закрепляем повязкой эластичной бинт. Надо все три шины связать. Надежно, особенно вот в этом месте. закрепить гладочкой или закрепить эластичной еще раз таким образом. Пациент готов у нас как-то спортировать. Вот. Ну что, дальше успеем или уже наверное не успеем. Давай не будем успевать лучше. Давай лучше. Много информации получили, нужно ее переварить. У нас мало времени уже остается. Давай как-то завершающую мысль нам дай. Саша? Саша, тебе что-то непонятно осталось? Не по теме следующего урока. А какой следующий урок будет? Понятно. Антон, пожалуйста. Следующий урок у нас будет остановка кровотечений. урок с не урок не урок ה Продолжение следует...